Доброе, доброе, доброе утро! Мы приветствуем телекомпанию ТБН, всех зрителей самых лучших в мире, тех, которые включили на разных гаджетах и сделали вот это вот замечательное решение смотреть ТБН и смотреть там нас, вообще супер, вы вообще молодцы! Мы вас крепко обнимаем, особенно матерей, кстати, потому что сегодня день матери, вот так обнял, 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 дети маленькие прибежали, маму обняли, сегодня не раздражает целый день ее, как нас, вот. Ну что, у нас перед проповедью всегда есть традиционный выход на студии к гости, вот, мы меняемся постоянно, то я у нее гость, то она и так далее. Юль, мы разговариваем о бесконечном разрыве поколений, потому что у нас сейчас грядет кэмп. У нас грядет кэмп в январе. Ведь они бесконечные. Да, они все время, у нас каждый сезон кэмпы, но в этот раз у нас будет молодежный кэмп, то есть такой прям, там не совсем подростки, а вот уже именно молодежь, и он будет посвящен разным временам, 90-м, нулевым и вот сейчас, времени сейчас. Мы будем там прям в всяких одеждах ходить из 90-х. У нас красный пиджак. Слушай, вот, вот, нам пригодится слушать эту музыку, делать прически, но все это очень круто, потому что этот кэмп христианский, то есть удивительно, что вот он такой будет насыщенный, но мы там еще будем проповеди как раз говорить о разрыве поколений. Есть ли вообще этот разрыв? Вот я не знаю, кстати, хотел у вас спросить. Ну, смотри, мы-то вот его особо не ощущаем по причине того, что мы как-то так все время к молодежи, к молодежи, к молодежи. Замолаживаемся, покупаем специальные машины, которые минус 10 лет дают, там, ну, что-то такое, знаешь, зауженные штаны, ну, вся вот эта тема. Ну, напоминаю, что молодежь на машинах не ездит чаще всего, потому что студенты ездят на маршрутках, поэтому можно отказаться от машин и пересесть на маршрутку, и минус 20 будет лет. То есть я понял, если проехаться в маршрутке, ты выйдешь оттуда и будешь намного моложе. Конечно, конечно, а еще вот так мелочи собирать и искать на проезд. Слушай, я настолько... И говорить им, что вы студент, обманывать просто кондукторы. Ну, я не знаю, ты скажи, потому что мы, у меня есть разрыв поколений дома, у меня обнаглевшие дети, как я говорю в таких случаях, то есть она хамит, она отвечает, и она как-то так вот, ну, не она, а они. Мы с одной расправились, она уехала, теперь живет отдельно. И у нас возникла вторая, 13-14 лет, вот эта вот тема, подростка, которая так вот проявляет свое «я» и так далее. Но вот чтобы вот разрыв поколений в вере, я не вижу, она гоняет, хочет в церковь. Да, она вообще горящая. И это как-то вот... Ну, я думаю, что вот занимаясь молодежью и понимая, что мне тоже уже как бы не 18 лет, а сейчас как бы 2-3 года, и ты уже прям чувствуешь некий разрыв не в плане, скажем, ментальном, не в плане мышления, а в плане даже каких-то трендов. Вот, например, какой-то тренд, и тебе нужно быть всегда впереди. То есть, потому что если ты молодежный лидер, занимаешься молодежкой, и ты не в тренде, тебя нет в TikTok, например, то люди как бы задают вопрос тебе, подростки, в смысле? Ну, как бы, ну, надо быть, надо видео снимать, надо там веселиться и все такое. Мне приходится это делать, на самом деле приходится, потому что на это реально уходит какое-то количество времени. И я еще дальше и дальше и дальше сейчас буду это развивать. Но я понимаю, что это тот язык, на котором надо сегодня с молодым поколением разговаривать. Потому что мы как раз люди такого клипового мышления, мы смотрим картинки, постоянно листаем Инстаграм, смотрим вайны различные. Кстати, прямо перед эфиром мы с Вадимом Николаевичем смотрели такого веселого чувака одного из Инстаграма, вместе на него подписаны. Он прям вообще очень крутые ролики снимает. Вот, и, ну, скажите, ведь это классно, да, смотреть, веселиться. У меня есть Инстаграм чудеса. Да, у вас есть Инстаграм. Вот, поэтому сегодня надо и церкви, в том числе, я думаю, особенно молодежному служению переходить вот на этот язык, на язык тренда. Хотя, может быть, это, ну, здесь есть, конечно, такие границы, то есть нужно границы выстраивать, потому что тренды, мир любит свое, в Библии написано, да, и тренды, они могут быть такие греховные. Но мы все-таки стараемся, то есть быть такими и радикальными для Господа, но и в тренде для молодежи, потому что быть понятными молодому поколению. Вот, а по поводу разрыва, я не, в нашей церкви этого нет. Я этого не чувствую. Ну, нет в церкви. Сто процентов, когда я общаюсь с пастором, с вами, там, с всеми людьми, кому чуть больше сорока лет. Которые будут представлять 90-е на вашем кемпе. Да, 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 я вообще никогда не чувствую этого разрыва, наоборот, мы можем смеяться вместе очень много, общаться. Но тут важно еще понимать, что, в общем, вот скажу такое мое откровение последней недели, вот на той неделе я его получила, что очень важно быть в послушании. Пастор, лидер, наставник, он поставлен Господом над тобой. И нравится тебе или не нравится, что он говорит, он поставлен Богом. И то, что он говорит, нужно принимать и быть в послушании. И когда ты вот в такой позиции сердца, то разрыва вообще не будет. Даже несмотря на то, что между вами 20-25 лет, ты просто в послушании. Хоть тебе и тяжело, там, сложно, может, тебе внутри все разрывается. Наше интервью напоминает фильм «Матрица», где он сказал, я даже не дышу. Ты дышать-то будешь? Вот, вот примерно так. Ну, на самом деле, я тебе скажу простую вещь. Защищая 90-е, мне не нравится, что, знаете, лихие 90-е, вот там что-то было. Это было ужасное время, разруха, война, но церкви были намного больше, чем церкви сейчас. Люди приходили, мы можем это оправдывать, волной пробуждения, чем угодно. Но я помню, что церкви были наполнены, было огромное количество, и не было никаких разборок. Ни в церквях, ни в церкви между собой, просто все строили царство небесное. Поэтому, правильно ты говоришь, нужны тренды, нужны разные вещи. Да, мы не можем сейчас методы 90-х, например, применять, там по телевизору показывать. Есть человек один, который мы смотрели, но он просто прикалывается. Но на самом деле, да. Вот он заряжает. То есть, момент такой очень важный, что надо взять лучшее из тех церквей 90-х, применить сюда. А каким способом мы это распространим? Это уж, пожалуйста, хоть через Инстаграм, чем через ТикТок. Я почему думаю, ТикТок – реклама часов. Мне очень нравится, что у нас посыл пастора всегда, что наша церковь молодежная вся. И мы как бы всегда ориентируемся на молодежь. И все-таки молодой дух, он очень много делает. Вот скорее даже это состояние внутренней молодости. Потому что я знаю молодых людей, которые старики. Вот я захот объяснить. Но они молодые, но они себя как старики ведут. Таким, все, мы поженились, время 8 вечера, мы спать. Мы домой. И семье в неделю. Сериал. Да, ну там сериал, еще что-то, еще что-то. И ты говоришь, да пошли служить, да поехали с нами. Потому что мы все равно как-то стараемся, ну много времени мы вместе проводим. У нас люди с детьми там в команде, с двумя детьми, там, ну я не знаю, с тремя. И все эти дети с нами орут постоянно. Но мы там что-то планируем, что-то делаем. И это вот то, что делали вы, ну как бы там 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад. Да, ну вот я, кстати, на эту тему могу тебе ответить. Потому что мне на днях такой вот подошел и говорит, а помнишь, как раньше, давай так же, ты нас будешь возить на машине, давать нам слово, а мы будем такие довольны. Я говорю, слушайте, 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 это вообще должно было быть уже по-другому. Потому что я говорю, вы возите других, давайте им слово. Я говорю, вот честно, вот прям вот как на духу, я не хочу детей больше. У меня немного, трое, но я больше не хочу. Но внуков я хочу. И поэтому я хочу от таких, как вы, духовных внуков, пожалуйста, с удовольствием. Вчера я преподавал на школе всякие умные вещи, какие-то там, пожалуйста, семейные консультации. Вообще никаких проблем. Но тот темп жизни, кого-то брать, сажать там, носиться, это должны делать вот те, кого я до этого возил. Аминь. Поэтому апостол Павел очень круто с Тимофеем вот эту тему раскрывает, когда говорит, что пусть никто не пренебрегает юностью твоей, и вот ты верный, я тебе все передаю. Оставляет его вообще целую церковь. И мы как бы когда читаем, а сам пошел апостол Павел, он дальше пошел там проповедовать, туда пошел, сюда пошел. Ну его просто как раз искали. И он просто перемещался в другой город, чтобы его не поймали. Он ходил везде, поэтому да, мы принимаем ответственность. Одна из причин перехода постоянно куда-то апостолу Павлу были люди, которые пытались его убить. Поэтому я бы не хотел так вот основывать церкви. Я сегодня здесь основываю. Почему? Ну там вот меня хотели прикончить. Ну в общем, с 3 по 5 января у нас будет молодежный кэмп, поэтому добро пожаловать, если вы нас смотрите, и вы в другой точке России. Мы все равно вас ждем всех-всех-всех к нам в Нижний Роман. Ну, кстати, а почему вы не присылаете свою молодежь? Я вам скажу, что у нас со старшей дочерью, ведь вот 14-16 лет это кризис. Ты никуда не денешься от него. Ты не вымолишь, Господь именует, пусть на час все. Нет, ребенок всегда у него крыша едет, она борется за независимость, все. Она задает вопросы про церковь, которые она видит изнутри. Она особенно видит какую-то нашу пастырскую жизнь. Из нее вылазят вопросы, и вот на этих кэмпах, вот, по крайней мере, все, что произошло с Кристиной, и сейчас прям один в один происходит с Дашей, ей 13 лет, она говорит, я не тусоваться в церковь, я к Богу. Вот так она прям, значит, я там служу, я по-другому на нее смотрю и думаю, дам пинка, вот, ну, это, чтобы лучше служила, ну, быстрее у нее было движение. И знаете, это реально круто, и это заражается, на кэмпах она. Мы часто, вы отправляете на конференции, на какие-то там, о, проповедь, да проповедь вон в интернете, посмотри. Мы создаем атмосферу. Вот, это очень важно, потому что мы все уезжаем, мы вместе, мы там обнимаемся очень много. У нас есть, вот, кстати, кстати, ваша дочь, удивительная Кристина Шарова, придумала этот коридор любви, который, и вечер благодарения в том числе, который, кстати, мы проводили прямо на последнем кэмпе. Жалко, что Кристины не было, но на молодежь она поедет. И вот этот вечер благодарения, это было просто что-то невероятное. Представьте, 47 подростков и еще 12 взрослых, и все рыдают, все друг друга обнимают и говорят спасибо. Дети к тебе подходят, говорят спасибо, ты им говоришь за что-то спасибо, ты даже не всех знаешь, но все равно продолжаешь спасибо говорить, было просто невероятно. И потом у нас был вечер хвалы. Знаете, было такое присутствие, и когда ты видишь, как эти 50 человек, подростков, плачут на коленях и молятся Богу, ну, я не знаю, я даже сейчас говорю, у меня мурашки, это что-то сверхъестественное. Конечно, потому что мы вам говорим, мы не делаем между собой, только наша церковь. У нас есть много церковь и посольства Иисуса до 30 по разным регионам, они приезжают, но вы тоже приезжаете. Да, приезжайте и своих детей обязательно. У нас дешевле, намного дешевле, чем Москва, чем Питер. Ну, у нас сколько стоит эта вся тема? Ну, вообще, в этот раз даже будет еще дешевле, я думаю, порядка двух-двух с половиной тысяч рублей. Еще будем доплачивать, если привезете. Да, да. Скоро перейдем к этому, потому что много спонсоров каких-то уже, они есть, и мы выезжаем, это база, она официальная, это не шалаши там в лесу. Еще самое удивительное, что мы через эти кемпы достигаем людей. У нас в этот раз покаялась девочка, она просто первый раз, она не была в церкви никогда. У нас еще покаялась несколько людей, но они уже так, ну, приходили в церковь, а она даже в церкви не была, и вот она приехала в лагерь. И знаете, что самое классное? Служители, которые у нас были, например, Паша Парамонов, который также покаялся в лагере, там что-то 15 лет назад, сколько там прошло, не знаю, много лет, короче, своей сестрой, он просто стоял плакал, когда накаялась, потому что, ну, реально переживала, вспоминала, и Ассоль тоже, она говорила, я вспоминаю просто то время, это было вообще круто. Мы так же приехали, так же в лагере, и... Ребята, это атмосфера, и если вы берете своего ребенка, ну, тем более, что ребенок, ну, неправильно так Кент Коплин запрещает говорить, ребенок в это время все равно будет в кризисе, ну, ну, как бы есть такое время, вот время, в которое его надо просто иметь мудрость тебе и поместить его в правильную атмосферу, потому что часто, ну, не можем мы в семьях такую атмосферу создать, ну, потому что, вот, ну, она сегодня встала у нас, начала характер проявлять, в это время встала другая, мелкая, начала там характер проявлять, и вместо того, чтобы нам собираться и готовиться к служению, мы разгоняли эти восстания, вот это, да, эти характеры, а там... А на кемпе разгоняют служителей, поэтому переложите ответственность, дорогие родители, на служителей. Конечно, все, и у нас бесконечные будут рождественские дела еще. Да, у нас очень много, у нас будет рождественский концерт впереди, кстати, тоже очень классное время, когда вы можете подарить Библию и билет кому-то, кто об Иисусе ничего еще не слышал, позвать человека туда, там будет проповедь, музыканты, Дмитрий Шлитгаур к нам приезжает с группы Шарфы на этот рождественский концерт, поэтому... Шарфы или шарфы? Или шарфы, я не знаю, в общем, Дмитрий, мы вас очень ждем. Шарфы, да, подсказывают нам? Да, будет очень классный концерт, поэтому добро пожаловать, у нас будет также вечер хвал и поклонений 24-го, кстати, прямо в Сочельник, перед Рождеством мы всей церковью будем молиться, приславлять Господа, и рождественское благослужение. Вот огонечки, атмосфера. Пожалуйста, вот эту неделю просто проведите вместе с большой семьей Церкви Посольства Иисуса. Да, и можете к нам приезжать опять же. Да, мы вас будем ждать. И завтра у нас тренинг с Ариэлем Баланом, кстати, начинается. Да, завтра, послезавтра будут удивительные ручки. Конечно, конечно, к нам приезжает пастор из Филиппина, Ариэль Балан и его помощник Джунель, и, кстати, у них просто огромное пробуждение, они собрали самую большую евангелизацию за всю историю. Филиппин, 300 тысяч людей, представляете, просто на улице, они молились, поклонялись, это было в прошлом году, и вот эти люди к нам приезжают сюда, в Церковь Посольства Иисуса, чтобы научить нас. Все 300 тысяч. Все 300 тысяч, да, чтобы научить нас. Они собрали 300 тысяч, и эти люди приезжают к нам. Да, они вдвоем только Ариэль Джинель. Ну что, Германия выдержала миллион человек из Сирии. И мы приемли, вообще без проблем. Вот, чтобы научить нас достигать людей и, собственно, строить церковь. Готовимся, мы как лидеры готовимся. Просто мы так немножко в этой суете, и даже забыли, что завтра уже понедельник. Мы все время выходим, и нам не хватает времени поговорить, потому что уже выйти проповедник. Но у меня вопрос, у нас проповедь-то будет сегодня? Будет. Я думаю, что просто нам стоит уже выходить в зал, и сейчас она начнется. Ну что, друзья, мы ждем нашего пастора с удивительной проповедью. После этого мы молимся за нужды, которые вы нам присылаете онлайн. Мы остаемся, благословляем всю неделю и все остальное, что у нас есть. В конце у нас наши традиционные семейные молитвы. Все, спасибо, ТБН. Обожаем вас. Любим. Хвалят тур, который был в Израиле. Прямо у нас из церкви были несколько людей. Прямо в восторге, поэтому спасибо огромное. Кто еще не был в Израиле, ТБН возит удивительные туры. Рекомендую. Был сам два раза. И вот отправил из церкви несколько человек визжат. И я тоже поеду обязательно. Все. Пока. Пока. Давайте воздадим большую славу. Воздадим славу царю вечному. Спасибо. Спасибо, братья. Друзья, ну у нас, если вы знаете, на следующей неделе с понедельника по среду у нас будет пастерско-лидерский тренинг. И туда мы не приглашаем всех, кого попало. Знаешь, что приходи, это будет хорошее время, я так не скажу. Это будет время для тех, кто хочет вести домашние группы, кому не безразлично царство Божие. То есть как функционирует церковь, как она служит внутри. И вот этих людей мы, конечно же, приглашаем. И здесь наоборот. Ты должен посвятить, конечно же, время целый день, вторник. Если ты на работе целый день, то, конечно, не получится. Но если ты найдешь время, способен, то мы тебя ждем. И еще есть места и так далее, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И как раз прямо в это время, пока будет идти пастерско-лидерский тренинг, прямо в это время у нас будет суд. И мы уже говорили об этом. Друзья, также я вас вдохновляю на эту 40-дневную молитву. 40 дней, это всегда 40 дней, это какой-то особый этап в духовном мире. 40 дней Моисей был на горе, 40 дней Иисус постился и молился перед своим служением. И вот 40 дней мы берем вот эти 40 молитвы за людей неспасенных, чтобы люди пришли ко Христу. Вот на этой ноте давайте, друзья мои, перейдем к Слову Божьему. Я молюсь и прошу тебя, Господь, благослови сегодняшнее Слово. Благослови, Отец. Я прошу, чтобы каждый был настроен, чтобы слышал Слово Твое. И Слово Твое вдохновляло нас на жизнь. Моюлюсь во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. И, друзья, у нас заканчивается месяц семьи. И в это время мы говорили о семье в широком смысле слова, как о семье церквей посольства Иисуса. Мы, евангельская церковь, лишь часть одного огромного движения под названием христианство. Мы не единственные, мы не самая правильная конфессия. Но мы хотим спасать людей, потому что знаем, что семья посольства Иисуса имеет какое-то определенное предназначение и свою судьбу. Поэтому, друзья мои, мы говорили об этом целый месяц. Но сейчас я бы хотел заострить внимание на семье как таковой, хотя бы в конце. И знаете, говоря о семье, наверное, каждый день, и все равно этого будет мало. Потому что без откровения о семье человек не способен жить полноценной жизнью. И вот я назвал свое слово таким образом. Семь неоспоримых правил семейной жизни. Семь неоспоримых правил. Ну, конечно, ты скажешь, все можно оспорить. Почему это неоспоримых? Да, все можно оспорить. Я согласен. Любой момент. Но самое-то главное, что человек, который оспаривает эти правила, проверенные не просто веками, а посыл для этих правил есть из Слова Божьего, это все равно, что сказать, семья для меня не ценность. Потому что если для тебя ценность, то эти правила будут неоспоримыми. Вот буквально собрание три или четыре назад я тоже проповедовал о семье в широком смысле слова, как о племени, ну, если вы помните. И удивительно, что моя статья вот эта, мои вот эти посылы, оказались на каком-то портале всероссийском, я не знаю, там, посвященном семье. И где-то мне в интернете скидывают, говорит, пастор, посмотри, твоя статья. Я беру, смотрю, ну, приятно, что светские люди берут буквально мои проповеди и выставляют на своих порталах. Ну, единственное, надо спросить все-таки разрешение, хотя снизу было написано, автор Павел Рыднич. И вот я думаю, что эти семь неоспоримых правил, если вы не только их послушаете, запомните, но если вы их даже распространите, эти правила, то они будут для нас импульсом для всей нашей страны. Импульсом, безусловно, не просто позитивным, а благословенным. Потому что они неоспоримы. Я еще раз повторяю, ты скажешь, а я оспарю. Это значит, ты оспариваешь семью. Если не оспариваешь семью, то эти семь правил неоспоримы. Ну, для того, чтобы сделать атмосферу более легкой, расскажу некую шутку. Два мужика встречаются о семейной жизни. Два мужика, и один другому говорит, Василич, слушай, вот скажи, ты в горящую избу можешь войти? А он говорит, не, не могу, ты что, горящая изба горит, а я, как я в нее войду? Он говорит, а вот коня на скаку можешь остановить? Он говорит, коня на скаку, да ты что, кто его остановит? Коня-то на скаку. Он, вот за что тебя, Василич, уважаю, что ты не баба. Помните, да, там, горячая изба в избу войдет, коня на скаку настановит. Итак, друзья мои, давайте пойдем по самым первым аспектам. И самое первое, и самое важное правило, ну, может, не самое важное, но первое точно, это настройся на один брак и на всю жизнь. Настройся на один брак и на всю жизнь. Почему такое простое правило, но очень важное? Потому что это все внутренние диалоги, внутренние, которые происходят внутри твоей души. И когда человек внутри себя настраивается на один брак, на всю жизнь то шансы на его хороший исход этого брака очень велики проблема в том что мы сегодня воспринимаем жизнь как эксперименты большинство людей воспринимает ну как эксперименты жизни они есть ничего не поделаешь в отпуск можно съездить сначала в турцию потом думаешь ну там уже были давай эксперимент сделаем поедем в крым там посмотрим там в сочи куда-то люди экспериментируют ничего в этом плохого нет машина сегодня такой поездил завтра на такой и говоришь ну там машина лучше чем предыдущие тоже эксперименты и где-то внутри вот это поганое чувство относятся также к твоему партнеру и люди думают ну выйду замуж ну поживу сколько-нибудь ну а там посмотрим может не получится да и ладно поменяем как и машину как и место отпуска и моей дислокации но понимаете нельзя эти вещи сравнивать потому что семья это установление божие машина это изобретение человеческое не фотографировать меня идете о слава тебе господи а то кто-то подходит опять фотографировать думаю я прям подустал чуть-чуть и так возвращаясь к моей мысли давайте откроем одно место писания это бытие 49 глава и только 31 стих бытие 49 31 стих там патриарх и яков сидит со своими детьми объясняет им ну как бы будущее он им пророчествует это был пророческий акт он каждому из них говорил что будет с ними и он на смертном одре он уже умирает и вот на смертном одре он говорит такие слова он говорит что есть пещера в то время хоронили в пещерах ну и там были соответственно люди лежали даже были подписаны на древнееврейском языке кто там лежал и вдруг он говорит про эту пещеру и завещает где похоронить его подразумевая что он уже не может распоряжаться своим телом если он умрет но это естественно и говорит похороните меня в этой пещере и говорит интересные слова там похоронили авраама и сару жену его там похоронили исака и ревеку жену его и там я похоронил лию то есть жену свою к чему я эту мысль говорю вот когда ты ходишь по старым кладбищам ты всегда обращаешь внимание на то что многие могилы и и надгробные памятники выразивают под собой двух человек мужа и жену вот обычно в старом поколении именно так и вот современная какая-то мода я не заказать мода времени влияние времени сегодня люди в большинстве случаев одиночки вот смотришь мы к памятник тому да дорогой золотой хороший там ходит ваганкинское кладбище в москве каждый там хочет быть похоронен но в одиночку но в то время не было так и яков говорит я хочу чтобы меня похоронили в той же атмосфере в которой был похоронен авраам что написано сара рядом говорит это мои дедушка с бабушкой потом дальше говорит следующие исак и ревека вместе это мой отец и моя мать и потом он говорит и в этой же пещере я похоронил жену свою и вот туда я тоже приложусь пожалуйста не разрывайте нас представляете какой был настрой патриархов они дали импульс человечеству и верующим людям на то чтобы люди осознавали я вступаю брак один раз один и что там будет дальше я не знаю но внутри меня есть настрой что я вступаю в брак вот на всю жизнь и один раз и вот эти вещи они не праздные друзья мои если бы мы это осознавали то сегодня могли бы пережить многие турбулентности в нашей жизни но об этом дальше и так второе важное правило важное оно исходит из ефесянам 5 главы из 22 стиха и 25 интересно что апостол павел дает важный такой посыл касающийся мужа и жены второе правило неоспоримое жены уважайте мужей мужья любите своих жён одно правило к женам и одно правило к мужьям жены уважайте своих мужей и смотрите что говорит текст ефесянам 5 глава 22 стих жены повинуйте своим мужьям запятая как господу вот здесь акцент который спас бы огромное количество семей если бы женщины понимали простое откровение что ты должна почитать мужа как господина своей жизни господь и господин это примерно одно и то же и вы знаете проблема в том что сегодняшнее феминистское мышление и природа греховная женская она говорит а чуть я должна его уважать ну чё он такой тупорыл а я его должна уважать он тупица слушай а как же ты вышла замуж за тупицу ну дура была вот видишь ты была дура он тебя взял и вот думаешь люди почему-то смотрят на эти вопросы под каким-то другим углом но поймите вот эти правила которые я сегодня называю в них нельзя переборщить как кашу маслом не испортишь обычно все мои проповеди направлены на то чтобы люди не увлекались крайностями люди всегда увлекаются в крайности но вот именно эти правила они чем крайнее тем почтивее чем больше в крайность то есть другими словами чем ты дальше их увеличиваешь эти правила тем они пойдут тебе только на благо но как это так пастор это я буду своего мужа а если он не прав а если он вообще как-то не очень себя хорошо ведет слушайте почтением никогда не переборщишь никогда даже в самых крайних формах и вот в библии есть интересная книга есфирь и книга есфирь говорится говорится о том что была одна женщина израильтянка которую муж вернее восточный деспот по имени ксеркс или артаксеркс как библия называется в истории называется ксеркс вернее его имя ксеркс в истории графии и он был восточный деспот был человеком диктатором был язычником и удивительно что есфирь появилась на фоне того что до этого была у него другая жила жена астинь и что же там произошло вот мужики любят понтоваться особенно если это восточный деспот и вот была какая-то крупная пьянка и вот там сидел этот царь восточный который хотел вот знаете вот мужики реально любят выпендриться у кого дом больше у кого машина круче он смотри какая цепь у меня золотая у собаки так вот люди пытаются каким-то образом впечатлить друг друга и вот артаксеркс самый разгар своей гулянки ему пришла особенная мысль показать свою жену своим всем друганам какая новая у него красивая и он там может быть подвыпавший ну скорее всего пьяненький сидит такой уже не знает все напонтовались и говорит жену мою приведите астинь покажу что написано в библии красоту ее то есть представляешь мужик решил вот понтону с уже самой крайней женой своей и жена вот только вдумайтесь что с ней произошло в этот момент я не знаю вообще бы у нас бы не было книги и сфирь сегодня если бы астинь слушал апостола павла хотя они жили в разных эпохах но если бы слушала ничего бы не произошло астинь бы наверное подумала десять раз своей голове слушай мой муж деспот сейчас он пьян и сейчас он богат и от него зависит мое будущее то чего бы не было в какое бы состояние сейчас не была может не выспалась может с подругами у меня как раз заседание какое-то но мне нужно его уважить потому что нужно ему почитать его как господа и не написано что он христианин или порядочный человек без этого в крайностях нужно было прийти и сказать да мой господин и все бы поменялось этот пьяный мужик бы сидел и говорил отведите какая жена не просто красивая еще снющится как я скажу так и будет и она может икнула бы внутри подумал ох идиотно сказал так и будет мой господин и у нас бы не было книги и сфирь но проблема в том что это баба как вот та из сказки золотой рыбки она захотела стать владыча сую морской и перепутала роли и сказала не пойду ты кто такой и царь проснулся утром ему мужики все горят где твое понтовщица то где твоя жена то он не вышло как так и он говорит уволена уволена навсегда поймите друзья мои и потом он взял уже из эсфири если вы знаете сколько бы семьи были спасены если бы женщина просто поступила помудрее показав честь и почтение почтение своему мужу и самого начала знала да пускай муж с ошибками пускай даже неправильно себя ведет но в моем сердце есть почтение к нему потому что библия говорит мужья вернее простите жены да уважайте своих мужей и следующее отношение к мужьям смотрите тут же сразу написано мужья любите своих жен это одно и то же правило жены почитайте мужей мужья любите своих жен 25 стих как звучит написано мужья любите своих жен как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее написано мужья вот вы любите жен своих так как христос полюбил а как христос полюбил библия говорит он отдал себя за нее то есть другими словами когда муж настроен на то что я готов все сделать для моей жены чтобы она была счастлива, чтобы она была привлекательна. Я буду тратить свои деньги, чтобы у меня было к ней хотя бы сексуальное влечение. Так много мужчин жалуются на то, что у них нет влечения к своей жене. И думают, что я сейчас как пастор скажу, эх, попал ты, Вася. Я говорю, Вася, а что ты сделал для того, чтобы твоя жена была привлекательной, а не уставшей? И после сковородок не сидела там в этом фартуке за ляпаном. Что ты сделал? Ты преподнес ее как невесту, которую ты хотел бы, хотел во всех смыслах. И вы знаете, вот здесь большинство проблем, то, что люди так и не восприняли это второе важное правило. Мужья, любите своих жен так, чтобы были готовы отдать себя за них. Следующее правило, очень важное, которое проходит совсем по другому диапазону. Не по горизонтали, а по вертикали между родителями и детьми. Потому что мы подразумеваем семью в разных ее аспектах. И вот третье правило, тоже исходящее из Писания, звучит так, неоспоримое. Дети, почитайте родителей или повинуйтесь родителям. И так, и так можно, без разницы. Почитайте родителям. Родители, не раздражайте детей. Одно правило в двух словах. Родителей надо почитать, детей надо не раздражать. Давайте читаем Ефесянам. Ефесянам, 6 глава, 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Детей мы даже учим говорить. Дети, повинуйтесь родителям своим, Ефесянам, 6, 1. Один ребенок сидит, не понял, он же не понимает, что такое Ефесянам. И он, дети, повинуйтесь родителям своим, обезьянам, 6, 1. Но пусть будет обезьянам. Главное, чтобы ты понял, о чем идет речь. Самое главное это. Если дети получали бы откровение на протяжении всей своей жизни, почитать и уважать своих родителей. Не было бы вот этих турбулентностей в семьях. Если бы они понимали, что родители, они любят любовью безусловной своих детей. Одного, я знаю, служителя, пастора, он уже около 30 лет. Сказал сам себе, сам себе, сказал, я буду каждый день звонить своей маме. Каждый день, где бы я ни был. Он летает по всему миру и каждый день звонит. И говорит, мне сначала казался вызов очень тяжелый. Но каждый день позвонить маме, это караул. Но говорит, уже 30 лет я каждый день звоню с некоторыми погрешностями, когда просто связи не было. Но он говорит, это мой завет с Богом. Каждый раз мое почтение выражается в том, что я говорю, как у тебя дела, я тебя люблю, и у меня все хорошо. Вот в принципе, так мало надо, но это оказывать почтение. Кто из нас понимает, что родителям нужно, например, помочь финансово, отправить их куда-то в отпуск, сделать им что-то красивое под конец их жизни, когда у них вечер жизни. И вот, друзья мои, Господь даже сказал, ты будешь долголетен на земле. Почему люди мало живут, зачастую в нашей стране? Они не понимают, что к родителям нужно иметь особое отношение, уважение и почтение. Независимо от того, как они выглядят и что они в твоей жизни сделали. Я уже вам сказал, это важное, интересное правило, сказал, что здесь кашу маслом не испортишь. Чем ты больше в крайность идешь почтения и уважения, в крайние формы, тем лучше. Здесь нету граней. Чем больше грань, тем больше возможностей и больше благословения. И теперь возвращаясь в обратную сторону. Теперь, родители, не раздражайте детей. В чем проблематика? Что всегда есть разница поколений. Всегда. Всегда есть свое представление о жизни, увлечении, времяпровождении. И проблема тем в том, что родители грешат указательным пальцем. Они постоянно говорят с указательным пальцем. Эту картину я вижу почему-то всю свою жизнь. Сколько я видел, все время вот эта картина. Вот эта. Причем люди так привыкают туда, все время на детей, что они вырастают и с равными себе так же разговаривают. И как-то даже привычка у многих вот так разговаривать. И я заметил одну интересную фактор. Вот когда со мной разговаривают вот так, у меня всегда вызывает это отторжение и раздражение. Даже если человек прав. Сама форма вот эта наезда. Я тебе скажу, знаешь, я тебе что скажу. Ты вот. Однажды я прям стоял, минут пять человек со мной разговаривал, так пальцем махал. И я на какой-то минуте понял, что я вообще его не слышу. Хотя вещи говорят правильные. И только потом у меня мозг включился. Я говорю, палец убери, или я сейчас тебе его сломаю. Раздражает. И Господь даже в Библии говорит, ну не раздражайте детей. Учите их нормально. На языке им понятным. Как-то привлекайте их к церкви. То есть найдите диалог с ними. А эта форма всегда будет раздражать. И только отдалять детей от родителей. Не теряю вас, дорогие мои. Надеюсь, нет. Это все писание. Ты можешь сказать, а я не согласен. Ты можешь сто раз быть не согласен. Все это будет против тебя. Вот и все. Поэтому я убежден, что это неоспоримые правила. Четвертое. Четвертое правило неоспоримое. Нет ничего, что нельзя было бы простить. Вот если ты внутри себя, сам себе скажешь, нет ничего, что невозможно было бы простить. Очень важно, братья и сестры, услышьте, что все эти правила относятся к тебе, а не к твоему партнеру. Как только ты поменяешь эти правила по отношению к партнеру, у тебя тут же начнутся проблемы. Потому что люди говорят, ну вот видишь, тебе же пастор сказал, ты должен меня прощать. Пастор же тебе сказал, что ты должен меня не раздражать. Пастор же тебе сказал, что ты должен меня почитать. Пастор же тебе сказал, что ты должен меня любить. И знаете, я одно откровение поймал в Библии, что в Библии так много говорится о любви, так много, и нигде не сказано, чтобы тебя любили. Вот нигде вообще. Вся любовь подразумевается, чтобы ты любил. И главное, чем больше читаю Библию, все больше написано в Библии, какое же будет отношение к тебе и мира, и близких. Написано, тебя будут гнать, всячески неправедно злословить, всевозможные будут гадости делать против тебя. Вот что тебе Библия обещает от других людей. И теперь Библия тебе завещает, что а ты люби. Поэтому все правила, о которых мы сейчас говорим, эти правила направлены на тебя. Вот на твой внутренний диалог, а не на диалог соседа. И если ты берешь следующее правило и внутри себя себе говоришь, нет ничего, чтобы я не смог простить. И теперь, как я сказал, идешь в крайние формы. И человек говорит, как? Неужели можно простить вещи, есть вещи, которые нельзя простить? Предательство, измена, какое-то там хамство, избиение. Но если ты внутри себя, еще раз я говорю, ты внутри себя говоришь, нет ничего, чего бы я не мог простить. То есть, Христос пришел к нам сюда, мы поступили с ним в худших формах, каких только можем. И он себе сказал, я умираю для того, чтобы простить и спасти погибшее. То есть, это было его решение принятое, что ко мне будут относиться плохо, но я этих людей каким-то образом достану и прощу им, потому что не знают, что творят. Надеюсь, я вас не теряю. И когда ты проведешь в своей голове, в своем сердце самые крайние формы, что с тобой может случиться в твоей семье, и скажешь сам себе, нет ничего, чего бы я не мог простить, то поверь, намного легче тебе будет жить. Я вообще в своей жизни замечал ситуации были, ну не разово, такие были ситуации, когда человек прощал невозможное. Когда я вот по своей природе мужской думал, это невозможно простить, ну нельзя, я вот сидел и думал, я бы не смог. И отвечал себе на этот вопрос именно так, что это я бы не смог, моя плоть не смогла бы, но тот человек смог, и он так поступил каким-то образом. Вы знаете, что удивительно, мирской человек, не знающий Христа, он всегда посмеется и скажет, да как мог он там вот так вот, козренку надо было поменять в этот момент. То у меня как у верующего человека проявлялось только уважение, и я думал, вот это герой, вот это человек, который поступил именно по-геройски. Послушайте, про что снимают фильмы сегодня, везде там в Голливуде или у нас, про героев, именно берут исключительные случаи и как раз-то про них показывают фильмы. И мы думаем, что это норма, нет, это не норма, это исключение. И, кстати, здесь тоже сокрыт большой обман, потому что часто, показывая в фильмах, как мужчина взял женщину с двумя детьми, и потом они прожили хорошую жизнь, мы думаем, что это норма, а это исключение. И это героизм, поэтому многие женщины думают, бросив своего мужа или разведусь с ним на первом же перекрестке, с моими двумя детьми тоже найдется какой-то прекрасный Гоша из фильма «Москва слезам не верит» и возьмет меня замуж. А вот история, она более прозаична нашего общества, потому что никому ты не нужна с одним, ты уж тем более с двумя детьми. Это скорее исключение, когда у тебя будет счастье, чем правило. И статистика, кстати, говорит, очень уперто, что вторые браки в два раза быстрее распадаются, чем первые. Поэтому возвращаемся к пункту номер один правила. Настройся на всю свою жизнь, на один брак. Так, пастор, а что мне делать, если у меня уже был не один? Не знаю. Но я хочу тебе сказать такую простую вещь, что, ну да, мы были заложники все советской эпохи, безбожной эпохи. Потом мы попали в 90-е годы, где ценности христианские просто были размыты полностью. И, конечно, там уже многие из вас, из нас, как нации, конечно, накуролесили, ну, конечно, уже натворили. Но хотя бы надо через Христа опять все восстановить. Я когда женился, я помню, что внутри моего сердца вот было это правило. Я сам себе как-то сказал, я хочу пройти жизнь до конца, чтобы мы как-то с женой на могильной плите были двое. Вот это правило у меня было, и оно мне помогло через всю мою жизнь пройти. И вы знаете, еще был такой важный аспект для меня. Когда человек каким-то образом поступает неправильно, или, например, бросает университет, или попадает в тюрьму, или еще что-то, у него остается печать. Ну, какая-то печать, там, в паспорте, я не знаю, что там, там, уголовник, там, или еще что-то, я не знаю. Институт бросил, у него нет этого диплома. И вот несет человек в себе энергетику чего-то неправильно сделанного в своей жизни. И вот как вот эта энергетика существует во всех других вопросах, то точно так же эта печать остается у человека разведенного. И я вот осознал, что развод, это не просто печать в паспорте, которая свидетельствует о том, что ты был неудачник. А это какой-то печать на всю жизнь. Что куда-то ты однажды в пень не в тот въехал. Чего-то ты в твоей жизни своей натворил не так. И я тогда себе сказал, я просто вот не хочу, чтобы мой паспорт и моя жизнь была заморована словом развод. Вот как-то раз, и это мне сильно помогло. И что удивительно, что иногда ты слушаешь людей с высоких кафедр, с красивыми словами, но потом вот за ними этот шлейф идет, и тебе даже слушать их тяжело. Недавно я буквально посмотрел, кто-то посоветовал мне, посмотри вот интервью с Киселевым, он известный журналист, ведущий и так далее, его там многие не любят, и есть за что. Я, кстати, тоже не очень-то его люблю. Ну и вот он рассказывает про себя. И вот он рассказывает о героизме, патриотизме, о чести, вот все его слова, достоинства и так далее. Интервьюирую его, спрашивает. Вы вот семь раз были женаты. Я когда услышал, семь раз. Вот знаете, у меня как будто все, что он до этого говорил, честь, достоинство, величие, честность, верность, доброта, победа, патриотизм. У меня как смыло все. Я думаю, какой патриотизм. Семь раз, ты хоть задумайся. Ну два, хоть и то плохо. Ну два. Ну три, третий брак. Ну тоже. Семь. Это же добиться надо таких успехов. И все. Для меня он перестал быть вообще как авторитет. Потому что люди слушают всегда глазами. Ты мне рассказываешь про достоинство, честь, а сам в семь раз. Ну куда ты въезжал-то все это время? Не теряю, надеюсь, вашу внимательность. Итак, друзья мои, поэтому возвращаемся. Нет ничего, что нельзя было бы простить. Нужно настроиться внутри себя. Пятое правило. Пятое важное правило. Я готов сделать все, чтобы члены моей семьи были счастливы. Вот настроиться на то, что я готов делать все, чтобы каждый член моей семьи был счастлив. И ты делаешь это именно осознанно сам внутри себя. Я живу так, даже с моими грехами, проблемами, трудностями, но так, чтобы все-таки моя жена была счастлива. Когда жена говорит, я хочу жить так, чтобы моему мужу было хорошо. И вот когда ты видишь, что это правило играет у обоих, это так облегчает жизнь. Вот не хочу похвалиться, хотя иногда приходится. Но я иногда, вот эти моменты, я их чувствую, когда мы утром с женой просыпаемся. С женой просыпаемся, я не знаю, но уже на подсознании, прошивка уже такая. Утром встаем, и детей надо отвезти в школу утром рано. И знаете, бывает, вот это вот время утра, это ужас просто, как расстрел там в 7 утра. И прямо в подсознании висит, кто встает и будет детей кормить. И вот ты знаешь, я внутри всегда сам себе говорю, вот если я вот способен хоть как-то, то лучше я. И я встаю вот такой за спину и говорю, Верочка, спи, спи. Я сейчас. И потом смотришь, она вот через годы всегда просыпается. Не-не, ты ложись, ты. И мы как два алкоголика идем там, что-то в ванну, и долго решаем, кто из нас. Потом все-таки кто-то побеждает в своей добродетели. И второй ложится и про себя думает, ой, счастье-то какое, что тот пошел. Но я про себя уловил, у себя в мозгах. Думаю, а почему эта борьба у нас постоянная? Постоянная борьба за завтрак. Борьба, кто сделает завтрак. Никто не сделает, а борьба постоянно кто сделает. То есть ты просыпаешься, ты что-то делаешь там, жене. Жена говорит, да ладно, иди, детей отвези, я сделаю. Я, нет-нет, давай, я сделаю, ты там. И ты думаешь, почему мы это выработали? Годами. Уже выработанной годами просто привычка. Там, сделай что-то, принеси в баню, что-нибудь. Да ладно, я сам принесу. Вернее, не принеси, я думаю, надо принести. Жена говорит, да ладно, я принесу. Я говорю, да нет, съеди. Вот это отношение, друзья мои, должно помочь каждой семье. Поэтому я готов сделать, чтобы члены моей семьи были счастливы. Все сделать для этого. Шестое. Я готов претерпеть любую турбулентность. Если ты внутри себя скажешь себе такие слова. Я готов к любой турбулентности. Турбулентность – это когда трясет. Послушайте, не знаю, кто из вас летал в самолетах и как часто, но когда я лечу в самолете, я замечаю одну интересную картину. Я лечу в самолете, и не всегда полет проходит хорошо. Иногда трясет. И трясет очень серьезно. Есть интересный момент, что ни один самолет, разбивающийся, не падает плавно. Никогда так не бывает. Всегда самолет, если падает, это обязательно турбулентность. И вот любая турбулентность – это напоминание тебе о проблемах, что может самолет упасть. Ну, в принципе, может. В принципе. Хотя крайне редко, но может. Так вот, турбулентность наступает в нашей жизни. И Иаков, апостол, пишет свое послание. Первое Иакова, со второго по четвертый стих читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Разные искушения. Но мы говорим о семье. Представьте, он говорит, братья. Вот он сидит, что-то пережил там с женой. Турбулентность такая наступила. Он говорит, братья, братья, я к вам. Не переживайте, когда впадаете в искушение. Потому что, следующий стих, «Знаешь, что испытание вашей веры производит терпение». Но терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Он поет оду терпению. Он говорит, братья, когда что-то происходит, воспримите это, как тренировку вашего терпения. И ты сидишь, и братья все представляют, «Слушай, Яков, я хочу на жене свою вот так прям сделать». Она… И ты чувствуешь, не закончит. Искушение пришло, чтобы я проявил свое терпение. Возвращаемся к самолету. Каждый раз, когда я лечу в самолете, и начинается турбулентность. Турбулентность. Неприятное чувство, согласитесь. Вообще неприятное. И ты чувствуешь, все самолеты разбиваются, если что, в турбулентность. А ну ничего. Сидим, смотришь, стюардесса идет с этой тачкой. Главное, чтобы за ней парашют не тянулся. А так все нормально. А она там… Успокойтесь, порой смотрит на тебя, пристегивает сама же там. Будьте спокойны. А ты ее в глаза смотришь, она неспокойная. И вот трясет. Знаете, что меня в этот момент всегда удивляет? Вдруг включается голос пилота. Он всегда спокойный. Вдруг чук и пилот. Уважаемые пассажиры, мы пролетаем в зону повышенной турбулентности. Пожалуйста, пристегите ваши ремни и посмотрите на то, чтобы какие-то вещи не затруднили проход для выхода. И чтобы не упало там на ваши головы и так далее. И ты думаешь, почему его голос спокоен? Почему пилот спокоен? Я думаю, он читал послание Якова. Не уверен, правда, что все читали. Но подумай, что пилот просто много раз был в турбулентности. Он прошел курсы о том, что турбулентность заканчивается аварией только в 99%, 99%. То есть процент слишком мал. И он просто знает, она пройдет, турбулентность. Вот и все. И поэтому он летит спокойно дальше. Друзья мои, Яков говорит, твоей семье, что бы там ни было, даже жена, если будет двоюродная сестра дьявола, потерпи, и это пройдет. Обязательно все будет нормально. Турбулентность имеет свойство проходить, поэтому приготовься к турбулентности. И когда во время турбулентности хочется тоже ответить тем же самым, твоей жене, вздохни поглубже. Посмотри, помолчи и скажи сам себе, и это пройдет. И это проходит. Потому что есть последнее правило, очень важное. Итак, седьмое. Мы будем держаться библейских ценностей. Мы будем держаться библейских ценностей. И в частности, я хочу держаться библейских ценностей. Это седьмое. Иисус Навин, 24,15. Мы часто это местописание говорим. Иисус Навин в турбулентность своей жизни. Когда целый народ стоял перед Ним, и они были запутавшиеся, куда им идти. У них у всех разные представления. Сколько раз это было в моей жизни. Когда народ что-то восстает, что-то бунтует, что-то кричат, какой-то бунт. И ты потеряешь ориентиры. Но Иисус Навин сказал, я и мой дом будем служить Господу. Он говорит, я и мой дом, мы будем придерживаться библейских ценностей. И это спасло не только Иисуса Навина. Спасло многих людей вокруг, которые смотрят на тебя, как на маяк. И смотрят, он держится библейских ценностей. И я пойду. И это касается семьи. Если ты держишься библейских ценностей, рано или поздно и твой муж будет держаться библейских ценностей. Если держатся твои дети, то и родители рано или поздно. Родители держатся, то и дети рано или поздно придут. Потому что библейские ценности, это как добродетели, которые никуда не подеваются. Всегда легче жить в семье, если для всех это ценности. Ну просто люди понимают вот душой, что эгоизм это плохо. Доброта это хорошо. Взаимопомощь это хорошо. Вот взаимонепомощь – это плохо. Когда люди в семье просто понимают, щедрым быть – это хорошо. Быть щедрым, быть жадным – это плохо. Гневливым быть плохо, а спокойным быть хорошо. Вот когда люди хотя бы это понимают, ты скажешь, пастор, ну это так естественно. Поверьте мне, люди мира не живут так. Они могут быть жутко жадными и при этом считать, что это нормально. Они могут гневаться, кричать друг на друга и воспринимать, что это нормально. Они могут не давать милости, быть злобными, и они реально считают, что это нормально. Поэтому, когда мы в семье вырабатываем просто ценности, и ты говоришь, я буду поступать в соответствии с ценностями. Даже если я гневаюсь, я хотя бы знаю, что это неправильно. Если я что-то кому-то не дал, ну хотя бы внутри я знаю, что это неправильно. Но если я пошел в гости к кому-то без подарка, ну хотя бы внутри я знаю, что это просто неправильно. Когда мне человек говорит, прости меня, а я говорю, не прощу. Ну хотя бы внутри знаю, что это неправильно, а потом говорю, прощу. Вот ценности христианские, добродетельные, они являются базой для наших взаимоотношений. И если у нас эти базовые вещи есть, да, мы будем ошибаться, да, мы будем в семье делать ошибки, да, будет тяжело, будет турбулентность, будет непонимание. Но когда мы стоим с семьей, когда есть дети, и ты говоришь, дети, это просто нехорошо. Кстати, сегодня утром, последний пример, вот, мои даже дочери, что-то там раздражаются, одна другую причесывает, что-то там какое-то раздражение. И я просто говорю, ну это просто нехорошо, понимаешь, раздражаться на свою сестру. Просто нехорошо. И люди, ты понимаешь, они понимают, что это нехорошо. И по этой причине вот эти правила становятся базовым фундаментом для твоей жизни. Аминь, дорогой мой. Добродетели очень простые. Щедрость, отзывчивость, спокойствие, общение, молитва, радость, доброта, уважение. Вот эти простые элементарные вещи должны вот просто стать частью твоего сердца, твоего и твоей жены, твоих детей, твоих родителей. Вот тогда жить легко. Вот я в какой-то степени по-честному в семье счастлив. Вот правда, я вот даже не могу это объяснить. Я вот прихожу и понимаю, Господи, вот не хвалюсь сейчас, не хочу, чтобы вы там все сидели и говорили хвалиться. Ну, хвалюсь в какой-то степени. Просто думаю, вот семья у меня, слава Богу, с трудностями, с турбулентностями, чтобы вы знали. Потому что не скажу, что у нас не было турбулентности. Они были и говорили на страшном языке разводов в былые времена. Все это было. Ну, сегодня я сижу, ко мне приезжают тести с тещей. Вчера они были у нас в гостях. Мы посидели, повезли их домой. И тоже опять вечером был спор, кто поедет, повезет их. И спор был в хорошем смысле. Жена говорит, я отвезу. Я говорю, да я отвезу. Она, да я отвезу. Я говорю, да я отвезу. Я победил, я отвез их домой. И было видно, как теща с тестем, они едут, и понимаешь, у них христианские ценности тоже в их сердце. Они говорят, нет, нет, мы сами доедем на автобусе. И мы говорим, да что уж мы не можем вас отвезти, что ли? Они подарки привезли, мы им другие даем там в яблоке. Они, мы же вам привезли вот одно, вот вы возьмите. Мы говорим, и мы вот вам тоже. И ты в этом же легко жить, понимаете? Легко, когда каждый хочет победить тебя своей добродетелью. Это же прекрасно. Я тебе рубль, а ты ему два. И не потому что платишь за добродетель, а просто стараешься пройти еще одно поприще. И ты сидишь, тебе приятно, что и дети так же мыслят, ну примерно так же. Они мыслят, что нужно что-то дать. Нужно что-то хорошее сказать, лучше, чем отнять и обидеть. Поэтому, братья и сестры, берите пример с лучших вообще людей в жизни, с тех, у кого что-то получается, у кого есть добродетель. И только тогда вы будете успешны в своей жизни. Аминь, дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...